итак всем привет дорогие друзья всем привет василий поздоровайся мы в дмитровском районе сегодня пятница вот такие живописные места приехали раньше заказчика представляете на целых 20 минут сейчас стоим ждем пунктуальность это наша кредо вот так вот так что сейчас будет тоже насыщенный день смотрите сегодня у нас одна диагностика и один выезд на замер там косячная кровля и тоже человек хочет второй этаж перестроить мансарду основой понюхаем она отойди да я тачку покажу вот она вот она вот она и так мы забрались на кровлю кровли здесь мансардная деревянный сруб но отопление сейчас здесь такое просто чтобы батареи не замерзли так дома в доме свежо но где-то там у градусов 10-13 покажу подкрыли мой лист подкрыли лист металлочерепица хорошая цинка 275 северсталь но смотрите пленочка она как агра волокно мембрана вот ведь этот ну как гидроизоляция что ветрозащита это не гидроизоляция до вас идет ветрозащита вот такая на ворсисты без названия без ничего ну вот и внутри тоже сейчас мы кровлю обследовали скрыли ли сейчас еще посмотрим что под коньком находит и так сейчас я открутил конек просто загляну что что под ним вообще вот ребят заглушен плотничку плотничком здесь как холодный треугольник еще есть там не прорезали просто но не знаю не могу проверить прорезали или нет гидроизоляция вот но это плохо надо вот так разрезать доски тоже освобождать гидроизоляция прорезать и доски здесь по центру прорезать чтобы здесь вентиляция шла обязательно это мансарда как так вот ну единственно ребят ничего не могу саморезы сделаны по технологии правильно по волне прогнали в остальном конечно и так дорогие друзья смотрите вот карнизный свес в принципе все в норме как бы можно и так делать если у вас расширенная планка ну капельника конденсата нет значит конденсатик будет скапывать по дереву и либо суда это господа которые вот приветствует гидроизоляцию или мембрану говорят можно до половины что в свеска пола а это дерево ребята если будет копать что с деревом ну-ка скажите это вам не софит пластика дерево рассохнется поэтому я всегда говорю в гидроизоляцию доводите до конца и на капельник конденсата вот но как бы это не считается грубой ошибкой но не грубая ошибка да вот ну попробуйте ездить без запасного колеса в машине ну она как бы не нужно но иногда очень нужно